Учебный центр трамвайно-троллейбусное управление приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Трамвайно-троллейбусное управление гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. В трамваях и троллейбусах требуются также кондукторы, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. До 21 января в Самарской области будет действовать особый противопожарный режим, напоминает телеграм-канал Октябрьского района. Запрещено использовать пиротехнические изделия бытового назначения выше второго класса опасности, за исключением специальных площадок. Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках. При покупке обязательно нужно прочесть инструкцию. Сотрудники администрации Кировского района продолжают исполнять мечты ребята, которых они рассказали в своих письмах на елке желаний. Акция призвана помочь детям-инвалидам и подарить им немного новогоднего волшебства. В роли дарителей ежегодно принимают участие предприятия, организации, депутаты, различные объединения, неравнодушные жители. Традиционный фестиваль елочной игрушки «Новогоднее чудо» в этом году побил все рекорды. Организаторам поступило более 200 авторских работ. Каждая уникальная здесь вся палитра красок, разнообразие текстур, материалов и в каждую вложена частичка души, пишет телеграм-канал Ленинского района.